Ну а тем временем Центробанк ожидает сокращение числа страховых компаний на рынке ОСАГО. Причина кроется в нерентабельности бизнеса. Подтверждает этот факт и то, что если раньше работали 180 страховщиков, сейчас число компаний уменьшилось до 60. Как перемены уже ощутили тюменцы и к чему готовиться, знает Ирина Шипилова. Этот полис Марине достался сбоем и денежной потерей. Пришлось доплатить тысячу рублей. В одной из страховой компаний мне вообще отказали в полисе ОСАГО. Ссылалось на то, что последние три года я не страховала свой автомобиль и меня нет в базе. В других страховых компаниях мне просто говорили о том, что запись на оформление полиса только через месяц. С отказом продать полис ОСАГО столкнулся и Павел впервые за 11 лет владения автомобилем. Первая страховая компания мне отказала от страховки, потому что мой возраст меньше 35 лет. Вторая страховая компания мне отказала, потому что три года назад я был виновником ДТП. Но они предложили вариант застраховать, получается, на родственника с положительной репутацией, а уже после внести меня в полис ОСАГО. Такие истории с аудио и видео подтверждением должны стать основанием для обращения в Центральный банк. Отказ или навязывание услуг – это штраф до 300 тысяч рублей для страховой компании. Закон предусматривает 30-дневный срок рассмотрения обращения клиента и удовлетворения его заявления письменного. Но если клиент обращается непосредственно в филиал при личном обращении, то отказ на месте менеджера или консультанта, сотрудника страховой компании не будет основан на законе. Но одна проблема – купить полис, другая – получить возмещение. Уже полгода приоритет – ремонта. Однако и здесь гайки закручивают страховщики. В 90% случаев они нарушают закон. Нам, как представителям дилерского сообщества, как СТО, которое выполняет ремонт, конечно, очень, мягко говоря, нелегко ремонтировать автомобили в пределах тех лимитов, которые определяет страховая компания. При этом сказка проблем нет вообще. В ситуации, когда полис ОСАГО уже можно достать с трудом, так же, как и получить возмещение по полису ОСАГО в случае аварии, все участники рынка склоняются к тому, что из такого затрудительного положения выходов немного. Либо создадут госкомпанию, которая возьмет рынок ОСАГО на себя, либо полис вновь подорожает, либо ОСАГО больше не будет. Ирина Шипилова, Александр Изосимов, Тюменское время.